Трудные времена морского торгового порта Черноморск продолжаются. Ближайшие перспективы сотрудников предприятия, а это больше трех тысяч человек, не самые радужные. Четырехдневная рабочая неделя, резкое уменьшение социальных выплат и премий. Пока никто не говорит о сокращении работников, но в этом вопросе точку ставить еще рано. Финансовый кризис в одном из крупнейших портов Юга Украины продолжается. Многомиллионные убытки вынуждают новое руководство предприятия делать шаги, которые принято называть непопулярными. Попытка ввести сокращенную рабочую неделю была предпринята несколько лет назад, но тогда портовики не дали этому произойти. Сейчас это почти решенный вопрос. Сегодня вы видите, что отпускают работников, трудовой коллектив домой, вписывают в наряды им хозработы, это минимальные работы, а сейчас уже и хотят на четырехдневку перевести. Это именно из-за того, что частник, который пришел на держпредприятие, получил лояльные условия, понятно, за отдельную взятку. И эти лояльные условия более десяти лет, вот они работают. Если они заберут на роды или на захоронение деньги, если они заберут премии, человек, который заработал эту премию своей силой, здоровьем и временем, ну это будет, конечно, выглядеть абсурдно. Говорить о массовых сокращениях и увольнениях не совсем корректно, полагает лидер профсоюза порта Сергей Брызгалов. Кого-то отправят на заслуженную пенсию по состоянию здоровья и за выслугу лет. Еще 500 человек переведут работать в компании, которые арендуют огромную портовую территорию. У нас есть 4 компании, в том числе Баконти Украина. В эти 4 компании должно перейти более 500 работников. Это рабочие места и так далее, и так далее. У нас нет такого приказа, как делал господин Григорушенко в 2011-2012 годах. Когда сократить в автобазе 126, в портофлоте 200 и так далее, и так далее. Таких приказов нету сегодня. Сокращение расходов предприятия за счет уменьшения надбавок сотрудникам – неопределяющая мера в спасении финансового положения порта. Платежную ведомость можно немного разгрузить, если поможет мэрия. Депутаты Черноморского гурсовета должны проголосовать за передачу на баланс города убыточных для порта объектов. Мы на балансе сегодня содержим два социальных объекта. База отдыха «Радужный» – это на берегу Черного моря был оздоровительный комплекс у нас, который имеет площадь 12,75 гектара, который сегодня разрушается. Он разрушен. Но это рекреационная зона. И в этой рекреационной зоне можно наладить нормальную работу при желании, при проектировании и так далее. То есть содержание этой базы порту сегодня обходится 2 миллиона гривен в год. И гостиница «Моряк», гостиничный комплекс в центре города также обходится более 2 миллионов гривен в год. Также есть бада отдыха «Чайка», также есть общежития, которые надо переводить, конечно, на баланс города. Я буду об этом ратовать в горсовете. Ну и в основном, конечно бы, я бы обратил внимание министра Криклея, что надо все-таки посмотреть начальников, которые сегодня, благодаря, что когда-то им подмахивали бывшие и при Януковиче, и при Порошенко, министры, также Держмайно и также директора портов и начальники в аренде нашей инфраструктуры и земли, и причалов, и складов. Вот здесь основная зарыта прибыль. За спасение Черноморского порта должен взяться и Кабмин. Правительственные механизмы уже известны. Владислав Крикли, министр инфраструктуры, собирается передать предприятие в концессию. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Виталий Хемий